одна из девочек которая ныряла она показала флажок на шестерк когда тело выстраивается перпендикулярно она бывшая стратегия все поражали ну как бы все поражали ну давайте мужики повторите все поражали давайте повторите и все подходят корячится я подошел я как-то сделал и подходит товарищ он выстраивает тело и через секунду буквально раз за он был явно здоровее чем мы все его не скоординированное тело у него мышцы просто лопнули но это тоже важно потому что где у тебя слабина то важно видеть где у него слабина еще важнее потому что если хочешь его победить что же виднее иди не туда где он сильный куда как слонов до побеждать связочки подрезал все так же здесь количество сил у человека отмерено и когда он с тобой бьется когда он с тобой бьется он эту силу как-то направляет и в этот миг он становится это секрет это по сути секрет который русские войны позволяет как раз у кого самая большая территория русские брали сломали умение надо ли объяснять было ли воинское искусство в России ну улавлю тебе дадим вообще казачья весь вся традиция это по сути наука выживания русского народа слушай вот как ермак сколько у него было человек 200 в плане всю Сибирь да всю Сибирь войско у Хана Кучума было больше 30 тысяч не надо сразу с человеком там я с Алексеем дружим я по его ростове все эти вещи показываю а так это некое тайное знание смотрите сила пошла здесь колоссальная ситуация с спортом поговорить сколько ты 160 живешь лежу брежет будет хорошо силу принимать здесь глупо бороться ли силы свои силы ну порвешься однажды но сколько надо силы чтобы уронить лист бумаги которую на ребро поставили поставьте лист бумаги на ребро только если вот это видите вы можете давать отпор серьезно пошел противник ты как бы изображаешь что ты с ним борешь а сам поперегу слушай а вот пословица то что буквально одним мизинцем или одним пальцем это она от этого происходит если вообще вы в этом поднатореете да он начинает на стене я вот такое дедовское состояние скажу потому что он дедушка да вот у него сил уже нет у него энергосберегающий режим вот и он что может сделать он и силы работать не может он может только держать вот это ровное положение отклонение уже упал вот он начинает силу к ним прикладывать пошел-пошел поперед силы пошел вот эти силы так издеваются под ними молодые у них виднее то лучше да поп поперек силы поп поперек силы это обжаренный ход называется обжаренный выстрел его силу а сам что делал даже руки не нужны бедрами направление вектор поперед к его усилию ладно тогда почему важно для этой работы учиться но бедрами вообще можно учиться работать есть несколько упражнений которые раскрывают эту область потому что если вы ее не включите вы все эти вещи делать не сможете вы себя сюда собрали а здесь надо что видеть для нее ничего не меняется поперед а здесь или поперед наглядно добрый ключ можно делать самым счастливым есть упражнений которые позволят вам в эту область раскрывать ну или по крайней мере увидеть как она работает а это называется лодочка казачье упражнение давайте значит что можно сделать вытянуть ноги носочки натянуть натянуть позвоночник и сделать такое движение руками да сначала я покажу такую вещь есть гимнастики разные есть например был такой большой раздел в русской области инскурсии называлась соколинная гимнастика она целиком не сохранилась есть ее разводить за частью вещь такая легендарная вот такое есть упражнение в соколиной гимнастике первая база вы встаете вытягиваясь хорошенечко ловите гравитацию ловите линию гравитации нормально ее опустились у вас появляется эта простройка дальше вы начинаете направлять его вовне представляешь что сила из рук уходит за линию горизонта да а потом предлагаешь что сделать вот эту вот линию наполнитель по другому 45 градусов большинство людей так и в руку просто то есть сила пошла и ты за ней пошел и ты уходишь откуда с сильного положения потому что у многих людей как начинается твоя рука сошел и ты теряешь равновесие за ним уходишь а важно быть все время в сильном положении ну вот можете попробовать это базовые вещи такие вот здесь вы простроились ручки как вот за коленой гимнастике то есть вы в себе а руки они как вот сюда дальше лодка волны пошли большие что важно во время шторма мысль направлять туда на волну если он накроет ты перевернешься задача какая вписаться в землю но не упасть вот такой да смотрите а что сделать вот у вас поворот пальчики пошли почему важно чтобы пальцы работали пальцы включают мышечные цепи сразу большой палец пошел у вас сразу все тело а вот вам его сейчас открывает эту штуку которую это очень крутая вещь на самом деле это большая тайна весь русский пляж все объяснения весь русский пляж построен на правильной работе пальцев вот это не круто движение движение всегда идет с руки всегда большой палец включаются мышечные цепи вон она например туда повернулся пальчик пошел и все тело пошло слушай ты ему объясняй они не понимают что это и работа ножом и уход с линией и скорость и все 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 когда у вас включаются цепь и скорость сразу под другой порядок движение потому что одну какую часть тела пошло все остальное осталось его отрезать вот чтоб все тело двигалось мы сейчас с обольцем поработаем вот вот здесь пальчики должны работать у вас вот туда большой палец пошел и смотрите здесь явная пустота ее надо заполнить чем-то чем смотрите по бедру по бедру прокатываешь оно же круглое прокатились здесь появляется что округлость и получается такое движение вот и если вот так вот поукрируем смотрите видите как таз начинает как видите ногу т.е. у вас начинается вместо что делать вот и вверх штопал видно да штопал т.е. вы не падаете а что делаете раз два раз два т.е. когда вы сюда приходите смотрите да вы приходите вот на эту сторону и уже здесь вы возвращаетесь на таз пошли назад смотри медленно да оп вернулись попробуйте подвиваться что-то вроде переката да 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 все время перекаты все время некая округлая поверхность здесь слышали есть казаки вообще в традиции так было четыре уровня мастерства первый уровень мастерства назывался вой т.е. ну ты живешь да в любой момент ты готов посоветоваться я назывался вой вой под ружье подставили вот три дня ты готов воевать казаки всю жизнь практиковались в чем в родном умении постоянно упражнялись была элитра казачья их называли как полстуны почему их называли потому что они умели течь что это станет текучей когда появляется тебе уже не нужны приемы ты как охлаждут становишься возьмите градусник разбейте попробуйте ртуть по бороду хрен ничего у вас получится вот это состояние начинается борьба какая если он напряженный я его вижу я могу к нему там подобрать какие-то ключики как только он становится как ртуть я пытаюсь ему силу приложить а он уходит ловите вот такое состояние но при этом важно еще хоть сильно положить значит следующее упражнение которое развивает ядро усложняет смотрите то же самое пошли и здесь рука у вас идет уже в плоской земле отсюда вы уходите не на спину а поворачивайтесь поворачивайтесь вот таким образом здесь поворачивайтесь и уходите таким образом что это дает это дает умение двигаться нескольких а всяк одновременно потому что мы с вами встроены какое основное отличие русских стилей вот скажем китайские китайские стили они все змеиные вот эти удары как змея бьют мы как колобки катаемся мы круглые большие душа у нас стремится занять больший объем круглости поэтому важно кататься и вообще если ты круглый пошел такой удар если ты ну некую структуру имеешь вот если ты круглый да что можно сделать на двигаться пошел удар например прямой круглый он тебя что делает разворачивает пошел дальше как колобок то же самое людей можно прокатиться еще раз вот